Добрый вечер! Прямой эфир телеканала Россия 24 продолжает выпуск вестей Ульяновского региона. В студии Антон Никитин и вот главные темы уходящего дня. Отдельные предприятия, крупные торговые сети и заморские гости. В Ульяновске стартовал бизнес-форум «Деловой климат в России». В прошлом веке их бизнес связывал Европу и Штаты, теперь Россию и Казахстан. Историю ульяновских бутлегеров расскажем в ближайшие минуты. Этого дня нет в официальном календаре красных дат, но никто из причастных про него не забудет. День информатики отмечают сегодня по всей России. Несколько десятков предприятий со всех уголков Ульяновской области, крупнейшие торговые сети и гости из-за рубежа. Сегодня в Ульяновске дан старт юбилейному десятому по счету бизнес-форуму «Деловой климат в России». В первый день работы участники форума собрались в стенах Ленинского мемориала. Здесь развернулась выставка продукции ульяновских предприятий, как крупных, так и совсем небольших, расположенных как в Ульяновске, так и в сельских районах. Производящих как продукты питания, так и промышленные товары. Организаторы называют эту выставку частью своеобразной презентации ульяновских предприятий для потенциальных партнеров извне. Производители приедут, мы запланировали светодиодопродукцию, создать проект, особенно экономическую зону. Еще строительные материалы и так далее. Много чего там. Мы хотим, чтобы больше китайцев, предпринимателей, приехали в Ульяновск. Наша задача дорастить в случае необходимости того или иного поставщика, чтобы он в состоянии был и по упаковке, и по ассортименту быть поставщиком этих сетей. Это касается и продуктов питания, и промышленной группы товаров. Как было отмечено, предыдущее подобное мероприятие позволило предприятиям региона продать продукции на сумму не менее 5 миллионов долларов. На сумму не меньшую это и рассчитывают и в нынешнем году. Кроме того, в рамках форума состоялось награждение победителей конкурсов «Инвестор года» и «Инженер года». В частности, муниципальным образованием с наиболее благоприятным для предпринимательства климатом признан Меликевский район. А в различных номинациях «Инженера года» отметили как теоретиков, так и практиков. В этом году я больше сделал упор на промышленность и достигал внутренних побед на предприятии. Сейчас официально бумаг не так много получено за этот год, но внутренних побед намного больше. А что вы имеете в виду под внутренними победами? Я имею в виду профессиональные решения, которые позволяют предприятию сократить издержки, повысить свою производительность. Согласно статистическим данным, за неполный 2018 год в регионе создано более 6 тысяч новых предприятий с общей численностью работников свыше 44 тысяч. Форум же продлится в течение двух дней. Планируется подписание ряда соглашений, в том числе о партнерстве с новыми предприятиями. О задачах бизнес-форума «Деловой климат в России» сегодня более подробно пойдет речь в программе «Тема дня». Гость в студии Руслан Гайнеддинов, председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области. В эфир «Тема дня» выйдет сразу же после выпуска новостей. В Ульяновске в рамках обмена опытом побывала саранская делегация. Ее возглавил городоначальник Петр Тултаев. Гости посетили индустриальный парк «За Волжье». А еще знакомились с функциональными возможностями физкультурно-оздоровительного комплекса «Орион». Интересовались также и системой обучения в губернаторском лицее. Глава Саранска также познакомился с организацией работы по содержанию и уборке дорожно-транспортной сети в Ульяновске. Итоги визита подвели на совместные встречи глав Ульяновска и Саранска. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Очень много делается по благоустройству дворовой лета территории, общественные пространства. Создаются условия для комфортного проживания людей. Это немаловажно. В ремонте, содержании дорог, строительстве дорог. Это очень-очень хорошо. И создание рабочих мест. У вас очень много новых рабочих мест в городе появилось, причем высокотехнологичных. Одним словом, мы для себя очень много интересного подчеркнули. Я и сейчас уважаю и восхищаюсь городом Саранском. А тогда мы вообще ходили, смотрели и удивлялись, когда нам мэр города показывал, как прокалывают, не копая асфальт, оборудование и тому. Мы еще тогда этого не видели. В конце освещания было подписано совместное соглашение. В документе отражено желание соседних городов продолжать обмен опытом. В конце встречи обе делегации обменялись и памятными подарками. Ответная поездка намечена на начало следующего года. А не лопнет ли 13 415 бутылок алкоголя привезли из Казахстана в личное пользование. Все в дом, все в семью. Именно так пытались объяснить обвиняемые свои действия. Бутлегеры или подпольные торговцы спиртным оказались на скамье подсудимых после необычной закупки. Прокуратура Чердаклинского района поддержала обвинение по уголовному делу. Статья «Приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции». Зарипов и Мулин перевезли из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации в Ульяновскую область 13 415 бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 3 300 000 рублей. Указанную алкогольную продукцию они намеревались сбыть на территории Ульяновской области. В ходе судебного следствия прокуратуры Чердаклинского района Ульяновской области доказана виновность Зарипова и Мулина в инкриминируемом преступлении. Бутылки, половина из которых не соответствует ГОСТу, уничтожат по решению суда. Виновных накажут. Так, неудавшемуся бизнесмену Зарипову придется провести в исправительной колонии общего режима 2,5 года. Мулину в колонии строгого режима 2 года и 2 месяца. Приняли в большое дружное сообщество. Самых маленьких учеников Мариинской гимназии Ульяновска посвятили в гимназисты. Теперь у первоклассников, кроме учебных дисциплин, появился еще и новый, ко многому обязывающий статус. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Не вернется только беззаботная часть детства. Ведь высокий статус гимназиста обязывает ко многому. К торжественному посвящению дети готовились с 1 сентября. Усердно и старательно. Сначала не получалось музыку, не запоминала. Потом с радостью, мама, я запомнила текст. И каждый раз говорила, ой, вот сегодня репетиция была, моего партнера не было, очень переживала. А как же мы будем выходить без него? И очень много вот таких волнительных моментов. Но вот вчера она сказала, все, я готова. И все ради праздника, который они запомнят на всю жизнь. Для этого дети репетировали по несколько раз в день и посещали музей истории Мариинки. Перед собравшимися в зале педагогами и родителями, 107 самых младших учеников произносят торжественную клятву гимназиста. Клянусь, берей честь знамени, честь гимназии, свою честь. Клянусь! Я учила гимн, мы готовили красивый танец. И нам старшеклассницы рассказывали историю нашей гимназии. К своей истории в гимназии относятся особенно трепетно. В следующем году прославленное учебное заведение отмечает 200-летие со дня основания. С самых первых дней, проведенных в стенах Мариинской гимназии, учеников воспитывают гордиться тем, что они часть большого дружного сообщества. Когда они приходят в первый класс, и когда мы выпускаем их из 11 класса, мы всегда говорим, помните, что вы закончили именно Мариинскую гимназию города Ульяновска. Несмотря на славную историю, у современных учеников Мариинской гимназии появились уже свои традиции. В день посвящения первоклассников лучшие воспитанники повязывают своим юным друзьям галстуки, состоящие из двух цветов, где синий символизирует родную реку Волгу, а белый – чистоту детских помыслов. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Повысить компьютерную грамотность и заинтересовать IT-технологиями. 4 декабря в России отмечается День информатики. Праздник неофициальный, но отмечают его все, кто имеет отношение к современным цифровым направлениям. А в Ульяновске этот день отмечается совместно со Всероссийской акцией «Час кода». Задания проекта рассчитаны на разные уровни подготовки, поэтому участвуют в нем школьники самых разных возрастов. С помощью онлайн-задач по программированию учащиеся приобретают навыки логического мышления, изучают алгоритмы, учатся создавать компьютерные игры. Вот в эту аудиторию, которую вы видите, в наш проект Ульяновского государственного университета приходят ребята из 14 школ нового города. Эти ребята занимаются тем, что изучают основы программирования. Они дополнительно хотят повышать свой интерес в области IT-технологий, тех компетенций, которым понадобятся в будущем для профессиональной ориентации. И хотя основные участники школьники, площадки проекта открыты для всех. Во время проведения акции любой желающий может попробовать себя в программировании и убедиться, что разные уровни современных технологий доступны каждому. Мы как-то проводили эксперимент. У нас в прошлом году обучались бабушки и дедушки. И мы им давали попробовать поучаствовать в этой акции. Им очень понравилось. То есть они смогли выполнить несколько заданий. Для них это было очень интересно. Сегодня обучение информатики начинается со школы, а в вузах ей уделяется особое внимание. Одна из целей проекта – привлечь в IT-сферу как можно больше заинтересованных специалистов. Прошли вот некоторые тесты, создали небольшие программы для преодоления препятствий. Для нас это понятно, ну, простоват. Но для тех, кто только начинает вливаться, для них, мне кажется, это самое то, самый подходящий уровень. Всероссийская акция «Час-кода» продлится в образовательных учреждениях Ульяновска до 9 декабря. Планируется, что участниками проекта станут более 30 тысяч учащихся. Детей ждут 10 тематических площадок, где они познакомятся с азами программирования, робототехники и компьютерного дизайна. Ковать кадры со школьной скамьи. Такой политики придерживается правительство нашего региона. Например, научно-производственное объединение «Марс» уже не первый год сотрудничает в этом направлении со школой номер 72. Дает там уроки программирования и робототехники. Подробности в нашем следующем материале. Кто-то квадрокоптер покупает в магазине, а ученики 72-й школы делают такие машинки сами. И не игры ради, а науки и пользы для. И нести службу такому летательному аппарату либо в полиции, либо в МЧС. Мы планируем сюда приделать либо камеру, если это будет полицейский, либо бак с водой, если это будет пожарный. И приделать контроллер, чтобы этим управлять. То есть, возможно, это будет управление, возможно, кто-то будет управлять, а, возможно, сделаем что-то наподобие нейросети, которая будет сама вычислять, где, например, пожар или куда лететь. Занятия по программированию и робототехнике в этом учебном заведении уже не первый год ведут специалисты МПО «Марс». К каждому ребенку, кто захотел получать знания дополнительно, подход индивидуальный. Дети четвертый и по десятый класс, по одиннадцатый даже класс. Поэтому, когда они приходят, изъявили свои желания, мы определяем их, что они могут делать, самых элементарных вещей. У нас есть выставка поделок, которую мы называем «Лего-фантазии». То есть, они собирают то, как они думают. И я смотрю, как кто из ребят это делает. Если есть фантазии, смотришь, ему лучше вот по этой линии двигаться. Те, кто любит электричество, мы даем, значит, по электричеству какие-то задания, и они делают. То есть, мы их профессионально уже начинаем определять и понимать. Именно в школьном возрасте человек, как правило, определяется с выбором будущей профессии. Создание таких центров профориентации в школе проводится совместно с вузами регионов. Нам уже прислали для наших школ такие квоты для наших детей, которые учатся, вот в этих классах занимаются, соответственно, этими направлениями. Целевые места для поступления на те профильные направления и специальности, которые нужны в будущем, как специалистам инбоморс. Ну и далее идет сопровождение, то есть со школьной скамьи, студенты, базовая кафедра и трудоустройство. То есть, вот сейчас ребят, которые занимаются, родители четко понимают, что он пришел в кружок седьмого класса. И, в принципе, он почти трудоустроен через энное число лет на Марсе. Подготовка кадров для промышленности нашего региона – одно из стратегических направлений правительства Ульяновской области. Базовые кафедры есть на ряде различных предприятий областного центра, а также Димитровграда. Когда на научно-производственном объединении «Искра» готовился к открытию новый цех по сборке современных радиоэлектронных компонентов, и практически в день открытия цех стал работать в полную силу. Это позволило только то, что заранее уже те люди, которые готовились, скажем так, в университете на базовые кафедры этого завода, понимали, что им необходимо сделать. К слову, на сегодня в нашем регионе есть уже даже профориентационные детские сады. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. И к новостям спорта. Борьба за кубки и медали. В Ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Тхаквандо» состоялся турнир по греко-римской борьбе на призы Александра Безручкина. Несколько лет назад его первый наставник, заслуженный тренер России Василий Вразовский, организовал турнир, на котором у начинающих спортсменов есть хороший шанс получить соревновательную практику и помериться силами с другими молодыми борцами. Турнир, скорее всего, носит региональный характер. Это, прежде всего, реализация греко-римской борьбы для детишек, которые только начали заниматься. Первый-второй год обучения им очень интересно. И чем больше стартов, тем больше соревнований, тем больше кубков, медалей. За свою спортивную карьеру наш прославленный земляк много раз становился чемпионом России. Выигрывал самые престижные международные соревнования. Кубок мира, чемпионат мира и Европы. Сегодня Александр Безручкин – пример для подражания у местных борцов. Когда такие люди приходят на соревнования, конечно, всегда хочется показать себе. Такое большое массовое мероприятие дает детям возможность как проявить себя, так и почувствовать свою силу, поконкурировать с детьми, которые занимаются в школах не только нашего региона, но и, соответственно, в ближайших городах. По информации Управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска, в пятом турнире участвуют спортсмены из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Самары и Пензы. Победителей и призеров в каждой весовой категории наградили медалями и грамотами. И на этом у нас все новости к этому часу. Далее информация о погоде сразу после тема дня. Но о итоге уходящего дня подведет мой коллега Владислав Витковский в 21 час 43 минуты на канале «Россия-1». Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На дорогах местами гололедится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА